Здравствуйте, мои дорогие. Хочу успеть еще пару роликов записать. Удастся или не удастся, будет видно. У меня еще обиденный перерыв. Счастье должно быть. Авторы Стендаль, красное и черное. Ну что ж, приступим к прослушиванию. Изящное остроумие, знатность, богатство. Всю жизнь меня потом будет грызть в раскаяние. Не из-за нее, конечно. Мало ли на свете красоток. Но честь у нас одна, как говорит старый Дон Диего. Но честь у нас одна. Цитата из трагедии Корнеля Сид. Дон Диего – персонаж этой трагедии. Примечание редакции. И вот сейчас я совершенно явно, несомненно, отступаю перед первой же опасностью, которая встречается на моем пути. Потому что дуэль с господином Дебо Вуази – это была просто забава. А тут совсем другое дело. Меня может подстрелить, как воробья, какой-нибудь лакей. И это еще не самое страшное. Меня могут опозорить. Да, голубчик, это дело не шуточное. Молодцевато гасконским говорком добавил он. Речь идет о твоем добром имечке. Никогда уж тебе, бедному малому, заброшенному злосчастной судьбой на самое дно, не представится другого такого случая. Может, еще когда и будут удачи. Да не такие. Он долго раздумывал, расхаживая взад и вперед быстрым шагом, и время от времени круто останавливаясь. Ему поставили в комнату великолепный мраморный бюст кардинала Ришелье, на который он невольно поглядывал. Этот бюст, освещенный сейчас светом лампы, казалось, глядел на него сурово, словно упрекая его в отсутствии смелости, который надлежит иметь истинному французу. В твое время, великий человек, неужели я бы задумался? Представим себе самое худшее, сказал наконец Жюльен. Предположим, что это ловушка. Да ведь это может кончиться. Очень гадко и позорно для молодой девушки. Они знают, что я не такой человек, который будет молчать. Стало быть, меня надо прикончить. Все это было очень хорошо в 1574 году, во времена Бонифаса де Ламоля. Но теперешняя де Ламоль никогда на такое дело не отважится. Не такие это люди. Мадемуазель де Ламоль так все кругом завидуют. Ее позор завтра же прогремит по всем четыремстам гостинам. И с каким наслаждением за него ухватятся. Прислуга уже и сейчас судачит о том, что я пользуюсь особым вниманием. Я знаю это, я слышал, как они болтали. А с другой стороны, эти письма. Они верно думают, что я с ними не расстаюсь. Вот они и решили заманить меня в ее комнату. А там бросятся на меня и отнимут их. Возможно, меня там будут подстерегать двое, трое, четверо. Кто их знает. Но откуда же они возьмут этих людей? Да разве в Париже теперь найдешь слуг, на которых можно положиться? Все они трусят перед судом. Ах, черт. Да ведь это могут быть они сами, келюсы, круазинуа, делюзы. Какой соблазн для них полюбоваться этим зрелищем, когда я буду стоять перед ними дурак дураком. Берегитесь участи Абеляра, господин секретарь. Ах так, господа. Ну уж я позабочусь, чтобы и у вас сохранились следы. Буду бить прямо по лицу, как солдаты Цезаря при Фарсаре. А письма я сумею припрятать в надежное место. Жюльян переписал два последних письма и спрятал их в один из томов роскошного издания Вольтера, взятого из библиотеки, а оригиналы сам понес на почту. Когда он вернулся домой, он вдруг, словно очнувшись, спросил себя с изумлением и ужасом, что я делаю? Ведь это совершенно безумная затея. До этого он целых четверть часа ни разу не подумал о том, что ему предстоит нынче ночью. Но если я откажусь, я потом буду презирать себя. Всю жизнь я буду мучиться сомнением, а для меня такое сомнение страшнее всего на свете. Как я тогда мучился из-за любовника этой Аманды? Мне кажется, я бы скорее простил себе самое настоящее преступление. Раз признавшись, я бы перестал о нем думать. Как судьба посылает мне такой невероятно счастливый случай? Выделяет меня из толпы, чтобы сделать соперником человека, который носит одно из самых... И я тоже так подумал. Все равно судьба выделяет меня из толпы. Да пусть же все будет прекрасно в этом. Счастье, удача, любовь. Сим-сим-сим. Кто меня понимает. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok